Многие люди меня просили сделать видео про позитивные или хорошие вещи в Америке. И я, в принципе, подумал об этом. Я бы сказал, что я только вижу две, может быть, три позитивные вещи. Начнем с первой. Первая позитивная вещь – это то, что Америка избавилась от организованной преступности. То есть то, что, например, Россию, можно сказать, мучила в 90-е годы, но я не знаю, может быть, и сейчас, я давно не... Кстати, я планирую летом приехать. Но то, чего действительно в Америке нет, это организованной преступности. Вот, например, в Мексике, которая по соседству с Калифорнией, эта организованная преступность процветает. Там процветает вымогательство, там процветает похищение, коррупция. То есть там опасно просто. В Америке действительно они от этого избавились. Почему? Потому что здесь очень жесткая полиция. И эта полиция имеет высокие зарплаты. Поэтому подкупить их невозможно. Вот, поэтому, например, богатые люди в Америке не боятся показать свое богатство, не боятся тем, что к ним кто-то придет, там, я не знаю, чеченцы будут вымогать чего-то. Вот у них этого нет. И это позитив, это действительно так. Но взамен этого они получают коррупцию полиции. То есть, так как иногда, как это ни странно звучит, организованная преступность немножко нужна, чтобы давить и контролировать полицию. Потому что когда полиция остается в одиночестве, то есть никем не контролируя, она начинает беспредел полиции делать. И вот то, что в Америке и происходит. Полицейские делают, что хотят, и над ними никого нет. Но, все-таки, наверное, это чем-то позитивно, что нет организованной преступности. Второе, чем Америка хороша, это сохранностью банковских счетов, более-менее, и сохранностью частной собственности. То есть, в Америке можно положить деньги. Вот, например, в чем проблема в России? В России, насколько я слышал, ну, конечно, я не знаю, может быть, сейчас вещи стали лучше, но в Америке проблема с сохранностью банковских счетов. То есть, если ты кладешь деньги в России в банк, то завтра они могут исчезнуть, или банк загнется, или кто-то там разворует, или еще чего-то. То есть, из-за этого много людей держат деньги наличностью, там, под матрасом или у себя в квартире. Вот, и частью из-за этого происходит, например, ограбление. То есть, люди вот в Америке, в принципе, я думаю, ограблений может быть чем-то меньше, чем в России. Почему? Потому что, когда ты приходишь грабить дом здесь, здесь, в принципе, нечего брать. Главная, я бы сказал, цель ограбления, это, может быть, найти какие-то там драгоценности, или найти, там, кэш, так называемую, наличку. Но в Америке налички нет, все держат деньги в банке, поэтому ничего этого никогда не найдешь. И обычно ювелирных изделий тоже нет дорогих, кроме, может быть, каких-то очень богатых людей. Поэтому, еще вот один плюс, значит, что в банке можно держать деньги, не боясь, что они там пропадут. Еще дополнительное, что доллар – это сильная валюта. То есть, если рубль периодически обесценивается, вот недавно, в 2014 году, рубль обесценивался опять наполовину, там, по-моему, после Олимпийских игр, он был там 35 рублей за доллар, стал 60, то в Америке инфляции такой нет, и доллар держит. То есть, если у вас наличные сбережения, то они остаются. Вот, третье – это сохранность частной собственности, но вроде по комментариям и в России сейчас этим нормально. Но вот здесь, конечно, отбирают, опять же, я уже делал видео про то, как вот отбирают в Америке, там, через адвокатов, все это действительно есть. Но все-таки более-менее какая-то сохранность частной собственности есть. Вот, например, в Мексике я слышал, что когда люди продают дома, к ним приходят там местные банды, говорит, там, 50% от продажи дома мне. Вот, и в Америке все-таки такого нет. И вот эта сохранность частной собственности, хотя, опять же, очень легко потерять через суды. Главный механизм потери частной собственности в Америке – это судебный лось, так называемый, всех боятся, вот, доктора, можно засудить кого хочешь. Вот, поэтому есть целая техника того, как защитить свое имущество от того, чтобы его забрали кредиторы. Если, не дай бог, вы проиграете какой-то процесс. Вот, ну и, может быть, третья или четвертая, хрен его знает, хорошая вещь – это, ну, более-менее выше зарплаты, чем в других местах. То есть вот для простых людей, которые ходят на работу, и особенно это правильно для, я бы сказал, вот самых низов населения, то есть если вот самых бедных сравнить в России и в Америке, в Америке, наверное, все-таки бедные получают больше. Потому что даже если ты здесь пойдешь работать в Макдональдс, то ты получишь, я не знаю, там, 10-12 долларов в час, выйдет, может, там, полторы тысячи долларов в месяц. Вот так, для самого первого. Причем есть стратегия, то есть когда ты вот получаешь эти деньги, то нужно жить не в дорогом месте. Большинство русских эмигрантов, которые переезжают в Америку, они селятся в очень дорогих, больших городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Чикаго и тому подобное. Там на 1500 долларов вы не проживете. Но если ты приедешь в более деревенское место, в какую-нибудь Небраску или Айдахо, то там, работая в Макдональдсе, ты можешь жить прилично. Но, опять же, приезжие эмигранты этого не знают. Тут нужно прожить 20 лет, чтобы это понять. Я это только вычислил спустя много-много лет. Вот эти несколько плюсов, я бы сказал, про Америку. Не забудьте подписываться. Спасибо.